Махараджа Парикшит в самом-самом начале Десятой Песни Шумин Бхагаватам обращается к Шукадеву Госвами, чтобы тот поведал ему уявление Господа Кришны в династии Яда. И поскольку он был очень хорошим слушателем, учеником Шукадеву Госвами, он демонстрирует, что он не просто хочет послушать о чём-то на данный момент, он обосновывает причину своего вопроса в этом стихе. Десять, один, четыре. Невриттатаршар упагияманат Бававшадхаччот раманобирамат Кауттамашлокагунанувадат Кауттамагадат «Прославление Господа — это единственное лекарство для обусловленной души, которое вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Кто же перестанет слушать прославление Господа, кроме мясника или убийцы собственной души?» Комментарий очень длинный, и мы будем двигаться в подобном же образом, постепенно читая комментарий и останавливаясь на очень важных моментах. В первую очередь, что здесь говорит в самом стихе Махараджа Парикшит, это то, что Верховного Господа прославляет Папа Рампари от учителя к ученику. И те, кто принимает участие в этом прославлении, они, несомненно, наслаждаются этим. И Махараджа Парикшит, демонстрируя то, что он готов услышать эти повествования, отмечает квалификацию того, кто может наслаждаться этими повествованиями. Это те, кого больше не привлекает ложное временное прославление материального мироздания. Это является основной квалификацией. Если преданного, который стоит на духовном пути, ему не нравится читать книги Шилгруппады, ему не нравится слушать лекции Шилгруппады, в принципе, не сильно испытывает тягу, чтобы послушать о Господе. И, в первую очередь, не обязательно исключительно о вот этих сокровенных играх, которым, наконец, выслушав девять песенщами Бхагавата, Махараджа Парикшит приступает. Он перед этим терпеливо слушал описание творения Господа. То есть, по сути дела, игры Господа, которые связаны с творением материального мира, которые не очевидны для материалиста, а как какой-то источник прямого такого наслаждения, о чём хочется слушать. Он постоянно порицал вот этих поверхностных так называемых вредных, это Пракрита Сагаджи, которые всё воспринимают очень поверхностно, и очень приземлённо, что якобы можно описать в рамках материальных представлений. Они, по сути дела, низводят величие Господа, его деяний, его качеств на какие-то понятия, какие-то термины, какие-то представления, которые часто встречаются здесь в материальном мире. И, соответственно, они безответственно берутся за то, чтобы сразу описывать раз или его Господа. Шалапапада всякий раз описывая, запоминая Пракрита Сагаджи, как недобросовестные преданные, если их можно так назвать. У них есть тяга Кришны, и Бхакти Сидан Сарасвати Такур отдаёт должное им за то, что у них есть тяга Кришны всё-таки, на фоне откровенных дремучих материалистов, которые просто пользуются благами, которые предоставляет эта материальная энергия, чтобы наслаждаться. Но, тем не менее, их представление от этих Пракрита Сагаджи очень поверхностно. Но добросовестный ученик, подобный Махараджи Парикши, то он с удовольствием слушает о деяниях Господа, которые связаны с творением материальной Вселенной. Он пытается разобраться, в какой последовательности проявлялись какие материальные энергии, как проявлялись гуны материальной природы, как проявлялись вот эти стихии — земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложный эго, какие управляющие божества, полубоги становились на управление вот этих стихий, в каких трансцендентных формах, в своих экспансиях Господь управляет изначально этими стихиями. То есть везде Верховный Господь присутствует, описывается, когда наконец-таки проявилась вот эта вера от Пуруша, и полубоги, они заняли свои соответствующие места в различных частях вот этой веры от Пуруши, в вселенской форме Верховного Господа. Тем не менее материальный мир не мог функционировать. И только лишь когда Верховный Господь вошел как сверхдуша всего этого материального мироздания, как параматма, и тогда только все зафункционировало. Несмотря на отдельные усилия живых существ, на их совокупные усилия вот этих полубогов и так далее, ничего не происходило. И искренне преданный последователь Махараджи Парикши, то он с удовольствием слушает от таких повествований, которые кажутся поверхностно, как какое-то что-то такое сухое, скорее академическое изложение того, что происходит, как происходило, что делал Господь. И такие описания для поверхностного читателя не являют, казалось бы, ни отношения Господа к живым существам, никаких лил там особо не происходит, просто Господь, кажется, беспристрастно проявляет различные элементы материального мира. Но искренне преданный понимает, что всё это является проявлением милости Господа, огромной милости по отношению к живым существам, настолько большой милости, что отвернувшееся живое существо, которое очень не хочет быть вместе с Господом, оно откровенно дало ему понять, что оно хочет жить и существовать независимо. И просто на материальном плане, когда люди, допустим, ссорятся, могут быть друзья, или в семье это может происходить, между мужем и женой, между подрастающим ребёнком и родителем, то бывает такая ситуация, когда кто-то от кого-то уходит, и вторая сторона тоже, ну и ладно, и живи как хочешь. Часто обычно так происходит. Но Господь проявляет, насколько Он сильно любит живое существо. По сути дела, факт существования материального мира — это внешняя демонстрация огромной и бескорыстной любви Верховного Господа по отношению к живому существу. Несмотря на то, что живое существо ушло от Верховного Господа, хлопнув дверью по факту, тем не менее Господь устраивает всё, чтобы живое существо максимум получило возможность попытаться посуществовать независимо от Господа. Господь создаёт материальный мир как полное целое, чтобы, по сути дела, он функционировал без внешнего вмешательства. То есть не нужно как некий кочегар, которому приходится в топку паровоза подкидывать угля, иначе паровоз остановится. То есть однажды, возбудив Махататву, материальное творение начало разворачиваться и, наконец, проявилось. И, по сути дела, внешнего присутствия, даже вынужденного для того, чтобы поддерживать этот материальный мир, не требуется. Таким образом, живое существо может выполнить своё желание видимым образом находиться без присутствия Господа и пытаться самому здесь устроиться так, как ему хочется. По сути дела, играя роль Верховного Господа. Вот эта формула мира 5.29. То есть это вот эта формула мира, зная вот эти три истины, что Верховный Господь является наслаждающимся и единственным наслаждающимся, что Он является единственным контролирующим, Сарвалока Магешвана. Он является лучшим другом всех живых существ и, по сути дела, по-настоящему другом, не предающим живое существо никогда. Он даже готов отправиться в самую низкую форму тела в навозном черве, всё равно остаётся вместе с живым существом, если тому приходится отбывать наказание. Он является лучшим другом Сухридом, который всегда желает блага живому существу. Никакое другое живое существо из огромного количества таковых, населяющих материальный мир, не может быть вот таким благодетелем. А Верховный Господь может. Но живое существо хочет само быть и наслаждающимся, и контролирующим, и благодетелем всех живых существ. Это проявляется в форме создания каких-то измов, каких-то новых философий, которые якобы должны принести благо людям и другим живым существам. Приводятся новые теории, новые концепции. Люди пытаются якобы облагодетельствовать всё общество, но в итоге у них не ошибка-то получается. Верховный Господь на самом деле сделал уже так, чтобы живому существу не нужно было ломать себе голову, а просто воспользоваться чем-то готовым. Мы об этом говорили вкратце сегодня утром на утренней лекции . То есть каждое живое существо следует уже путём Господа, который Он уже создал, Он предусмотрел это. То есть если живому существу хочется как-то наслаждаться определёнными способностями, умениями, для этого есть определённая форма жизни. Если хочется жить под водой, есть такие живые существа. Если хочется летать, есть другие живые существа. Хочется быстро бегать, ещё другой тип тела для этого, очень хорошо подходящий для этого. Это проявление заботы и любви Господа, что Господь устроил всё таким образом, что живое существо, по сути дела, придя на готовое, но при этом Господь незримо присутствует, а живое существо Его не видит. То, что живое существо находится в мае, это тоже, по сути дела, милость Господа, потому что это желание живого существа не видеть Господа, не воспринимать Его. Любая часть тела, если взять, допустим, глаз, он таким образом устроен, что, по сути дела, тоже отражает милость Господа, заботу живого существа. То есть этот глаз, он, как сказать, не выпуклый, он там находится во впадине глазной. То есть если какой-то, допустим, физический контакт с чем-то, кто-то ударит, то есть он не сразу именно в глазное яблоко попадёт. Помимо этого есть века, которая может дополнительно защитить этот глаз. А помимо этого есть ещё слезные железы, которые постоянно смачивают этот глаз, чтобы он оставался чистым и сохранял эту способность видеть. То есть Господь максимальным образом предусмотрел всё, чтобы живое существо, придя на готовое и при этом думая, что оно, как сказать, это ничего, значит, моё. То есть приплыв на какой-то новый континент, на какой-то новый остров, который существовал задолго до его, он такой же учител называет его своим именем. Или вот первые поселенцы там в той же Новой Зеландии или Австралии, они там что-то там строили, используя имущество, энергии Верховного Господа, какие-то дома, улицы, и называли своим именем. И, так сказать, они первые, первооткрыватели, невзирая на то, что там тысячи лет существовали, жили до них вот эти аборигены, и всё уже давно-давно было заселено и организовано более благоприятным образом для конкретного места. Таким образом, Верховный Господь, проявление этого материального мира является проявлением особой милости Верховного Господа по отношению к живому существу. Поэтому, когда предный понимает, что в любом деянии, которое Господь является, таким образом, чтобы живое существо смогло увидеть или услышать из трансцендентных описаний, это всё является проявлением милости Господа. То есть не только лишь, когда Господь является лично, о чём мы, кстати, что мы сейчас и празднуем сегодня явление изначальной Верховной Личности Господа, «Сарва карана карана». В любом своём проявлении Господь делает это таким образом, чтобы не просто самому наслаждаться, что Он неизбежно делает. «Ананда Майобьясат» является… Вся Его природа и, соответственно, поступки, желания, они исполнены и направлены на то, чтобы получать наслаждение. Но Верховный Господь не забывает свои неотъемные частицы. «Май ваншо джива лаке, джива бута санатага, санатана, монах шаштани дрейни, пракрити стане каршити». Все живые существа являются его неотъемными, а частичками, которые по своей природе также испытывают те же самые потребности, эмоции в наслаждении. Просто они не знают, как это делать правильным образом. Они не могут никак признать свою… зависимость в способности наслаждаться. Независимо они никогда не смогут наслаждаться. Только лишь подчинив себя Высшей воле Верховного Господа. «Нитё нитянам чатанаш чатананам, эко баху нам йо видат гати каман». То есть существует всё-таки одно вечное живое существо среди огромного количества вечных живых существ. И то это живое существо обладает высшим, самым развитым сознанием, на фоне разных видов сознания, которые другие живые существа обладают. И это единственное живое существо, Верховный Господь, выполняет желания всех остальных живых существ. Без труда. Подобно тому, как обеспеченный Отец с лёгкостью может предоставить всё необходимое своим сыновьям, своим детям. Это, конечно, ограниченный материальный пример, но никаких ограничений Верховный Господь не испытывает, потому что Он источник всех духовных и материальных энергий. Таким образом, искренний последователь, идущий по стопам Махараджа Парикши, это в цепи ученической преемственности, он с удовольствием внимательно изучает повествование Шамад Бхагаватам, начиная с первых стихов, первой песни Шамад Бхагаватам, где Весадева выражает почтение абсолютной истины, Рам сатьям дхимаги, произносит это Гая-три мантру, описывая природу Верховного Господа, описывая, что вот это повествование Шамад Бхагаватам предназначено в первую очередь для того, чтобы отнести в сторону все ложные, обманывающие религии, дхарма, проджи, такальта, воутра, парамо, нирмацаранам сатам. И оно предназначено для кого? Отметя в сторону вот эти обманчивые религии, соответственно, и последователей, не оставив никакой пищи для последователей вот этих обманчивых религий. А для кого же предназначен этот Шамад Бхагаватам? Он предназначен для нирмацаранам сатам. Сатам означает «цвятые люди, преданные». И каким качеством они обладают? Нирмацаранам. Мацария означает «зависть». Каждое живое существо, находящееся здесь в материальном мире и под покровом материальной иллюзорной энергии, оно неизбежно испытывает зависть по отношению к другим живым существам, и изначально это коренится изначальной завистью по отношению к Верховной Личности Господа. Так вот Шамад Бхагаватам сможет по-настоящему насладиться очень продвинутый, преданный, который уже свободен от зависти. В первую очередь он сможет оценить это. Поэтому он не будет это никак сравнивать с самим собой, не будет никаким образом подгонять под свои нужды и давать какие-то свои собственные личные комментарии. Вот как мы часом раньше услышали, как объясняет Бхатисидан Сарасвати Дакур, что вот эта склонность давать свои собственные комментарии является проявлением зависти этих умствующих философов и не что иное. Таким образом преданный постепенно изучает последовательно вот эту науку о Боге, которую излагает Шамад Бхагаватам, литературное воплощение Верховной Личности Господа для людей Кали-юги. И потихоньку он достигает вот этой десяткой песни Чамад Бхагаватам в таком же смиренном сознании, в каком находился Махараджи Парикши. И здесь, вот в этом стихе, который мы прочитали, он прославляет, отмечает, что по-настоящему насладиться этими повествованиями в течение всех вот этих девяти и на данный момент десятой песни смогут только те люди, которых больше не привлекает в ложное и временное прославление материального мироздания, которым не хочется никак устроиться здесь в материальном мире. И, соответственно, они не ищут каких-то новых способов, более чудодейственных. Их не восторгают какие-то сильные мира сего, ни какие-то исторические персонажи, ни ныне существующие люди или какие-то особым образом события, просто находящиеся в рамках материальной энергии, ни какие-то вымышленные персонажи, находятся на страницах каких-то книг, созданных какими-то особо одаренными авторами, стремление слушать повествование о Господе, а Господи, проявляется в сердцах тех, кто уже полностью очистился. Соответственно, его не тянет к таким мирским повествованиям. И далее Амхараджа Парикши говорит, что такие описания — это единственное лекарство для обусловленного живого существа, которое вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Бхаваушадхач — аушадхи — это лекарство, а Бхава с коротким «а» — это быть, существовать, находиться или существовать. То есть лекарство от пребывания здесь в материальном мире, вот эти повествования Господи. И принимать их не как что-то такое вынужденное, а с удовольствием наслаждаться этим лекарством могут только очищенные, свободные от материально скверные преданные Господа. И в конце вот этого стиха Амхараджа Парикши искренним образом восклицает, найдётся ли кто-то, кто откажется слушать повествование о Господе. И он тут же оговаривает, что да, такая Личность найдётся, к сожалению. Это тот, кто является Пашугна. Пашугна — убийца либо животных, либо убийца души. То есть иногда душу тоже образно сравнивают с животным, то есть живое существо, которое вынужденно находится в ограниченном образом материальном мире. Поэтому либо убийца собственной души, то есть не предоставляющей душе того, что ей на самом деле нужно, не связывая осознанным образом, не стремясь к духовному самосознанию, либо прямым текстом — это мясоеды или мясники. Они не способны по природе оценить это послание Верховного Господа. И сейчас вот длинный комментарий Чулупа Пада пишет. В Индии принято слушать рассказы о Кришне, содержащиеся в Бхагавадхите и Шимин Бхагавадхи, чтобы таким образом исцелиться от недуга повторяющихся рождений и смертей. Даже в наши дни, хотя Индия и находится в плачевном состоянии, стоит объявить, что кто-то будет говорить о Бхагавадхите или Шимин Бхагавадхе, как люди тысячами собираются послушать. Я помню, как-то раз я жил в Ахмедабаде, штат Гуджарад в Индии, и я там жил с несколькими другими русскоязычными преднами, среди которых, кстати, был Санкиртна Гуру Праба, которого многие знают, я полагаю. Но так или иначе, у нас четверо было, и мы проводили свои классы по Шимин Бхагаватам. И однажды в воскресенье мы проводим класс Шимин Бхагаватам, а уже начали приходить посетители в храм. И часто они захотели также в те места, где были вот эти комнаты, просто там прогуливались, иногда к кому-то в гости. И один такой человек, услышав, что что-то происходит, просто зашёл к нам в комнату, сел и стал слушать. А мы, естественно, лекцию давали на русском языке, но он всё равно пришёл, сидел и слушал. Мы так немножко растерялись, что мы на русском говорим, он по-английски ему сказал, он говорит, «Ничего, ничего, я просто посижу». То есть вот эта врождённая тяга людей в Индии, как только они узнают о том, что идёт какое-то обсуждение, основанное вокруг обсуждения Бхагаватгиты, Шимин Бхагаватам, вот этих классических священных писаний, они с удовольствием спонтально проявляют такое желание. Даже в такой ситуации, когда он, в принципе, не мог особо ничего понять. Он просто тем самым выразил своё вот это вот отношение. То же самое с нами происходило, когда вот в Майапуре служение — это организовывать классы Кашимин Бхагаватам, естественно, это для русскоязычных преданных, для общины в Майапуре. И часто вот тоже вот в гости, даже вот несмотря на то, что просто лектор русскоязычный, он на чисто русский отдаёт класс, просто заходят какие-нибудь бабушки там, или просто семьями даже заходили к нам и садились, и слушали. И не то, что, а, на русском развернулись и ушли. Просто сели и сидят, слушают, хотя они ничего не понимают. Я даже удивлялся, как они и что они там слышат. Ну просто вот само отношение, вот сама эта эмоция, которая очень сильно помогает человеку духовно очищаться. Бережное, уважительное отношение к посланию о Верховном Господе. Продолжаю комментарии. В данном стихе указывается, что рассказывать Бхагавадгиту и Шимадбхагаватам должны люди, полностью свободные от материальных желаний, невриттатаршай. Это особая квалификация. Здесь Шилпада говорит в данном стихе, что это должны делать люди. То есть не то, что кто захочет, тот и будет давать классы по Шимадбхагаватам, по Бхагавадгите. Единственное наше спасение, если мы ещё до конца не свободны от материальных желаний, если мы просто не затмеваем Шилпаду, если мы в точности передаём то же самое послание, которое мы слышим от него со страниц его книг или из его лекций. Это наше единственное спасение, когда мы вынуждены оказаться в положении, когда мы должны давать лекции, потому что таков распорядок дня, допустим, в храме. Это желание Шилпады, чтобы часть утренней программы был класс по Шимадбхагаватам. И не всегда под рукой чистый преданный калибра Шилпады или его непосредственный представитель, духовный учитель. Но мы это должны делать, понимая, смиренно отдавая себе отчёт о том, что мы очень далеки от того, чтобы быть полностью свободными от материальных желаний. Вот это неврит татаршая. Тем не менее наше единственное спасение, если мы просто будем повторять то же самое послание, которое мы слышим от Шилпады. Да, я просто даже зачитываю готовыми цитатами, чтобы оберечь себя от такой вот склонности сказать что-то лишнее. Шилпады продолжают. «Все обитатели материального мира, начиная с Брамы и вплоть до крошечного муравья, полны материальных желаний. Все жаждут чувственных наслаждений и потакают прихотям своих чувств. Однако, занимаясь этим, невозможно осознать всю ценность Кришна-катхи в форме Бхагавадгиты и Шимадбхагавата». Здесь Шилпады прямо говорит, что если вдруг каким-то образом преданный, который хочет оценить глубину Кришна-катхи в форме Шимадбхагавата, Бхагавадгиты, но если его все равно тянет к удовлетворению материальных чувств и, не дай Бог, он нарушает регулирующие принципы, то он не сможет до конца их оценить, оценить их ценность. Для него это будет просто чем-то поверхностным. Он будет это какое-то время делать, но не способный испытывать вот этого глубокого вкуса, он в конце концов перестанет это, он разочаруется, его потянет на какие-то мирские обсуждения в форме мирских книг, в форме каких-то мирских историй, каких-то сериалов или фильмов и так далее. То есть это практическая демонстрация будет того, что он еще не испытывает тяги к тому, чтобы наслаждаться Кришной-катхой. А результатом отсутствия такой тяги является то, что он продолжает по факту, пусть даже другим преданным это не видно, он дома это делает, но он продолжает удовлетворять свои чувства. И часто это в форме нарушения каких-то регулирующих принципов. Поэтому совсем его не тянет оказаться в обществе предных, которые обсуждают Кришна-катху такого предного. Его даже могут приглашать, приходить, но он будет всякие выдуманные оправдания, которые, казалось бы, соответствуют философии Сазани Кришны. «Дескать, я в мае». Так выбирайся из мая, собственно. «Приходи и послушай послания Господи, которые очищают сердце». Просто нет тяги. Нет тяги, потому что человек продолжает удовлетворять свои материальные чувства. И чаще всего нерекомендованным образом, греховным образом. То против чего же упады нас предостерегают для нашего же блага. Вот эти четыре регулирующие принципа являются основой, чтобы жить безгрешной жизнью, чтобы развить в себе вот эту твёрдую решимость ишам тван твагатам папам, джананам тунья карманам, тедвандвамуха нирмукта, бхаджанты мам дридхавратага. Чтобы вот это дридхавратага, прата, следование по этому пути, я решил, я даю себе обет идти по пути предного служения, но как я буду идти? Так вот, Кришна выделяет тех, кто дридхавратага, кто исполнит твёрдой решимости, не сворачивать уже с этого пути и просто идти только в этом направлении. Это способны только те, кто, во-первых, ишам тван твагатам папам, которые положили конец всем греховной деятельности, они полностью прекратили. Анта значит конец, а папам значит грех, конец совершению греха. И при этом у них есть благочестивый запас прошлых благочестивых поступков, джананам пунья карманам, за многие-многие жизни до этого. Те двандвамуха нирмукта, они свободны от иллюзии двойственности. Они не впадают в заблуждение. Бхаджанты мам дридхавратага, поклоняются мне с твёрдой решимостью. Это является практической демонстрацией того, что человек прекратил совершать греховные поступки, и он ещё при этом несёт в себе вес прошлых благочестивых деяний, которые он совершал в форме неосознанного преданного служения. Чаще всего неосознанное служение преданному Господу. Просто пожертвовать Ему, что-то как-то оказать служение. Часто благочестивые люди, они, стараясь служить людям, вместе заодно могут неосознанно для себя оказать служение преданному. И вот это бхакти-сукретия один раз выстрельнет так, что он, встретившись с преданным, ему хватит благочестия послушать послание Господи, и с этого начинает своё предное служение. Но с самого начала человек должен прекратить поливать свои греховные наклонности, иначе это будет пытаться носить воду решетом. Мы вроде что-то набираем, и оно тут же летучивается. Это бесполезное занятие. Шилпропада продолжает. Если мы слушаем, как Господа прославляют освобождённые души, это непременно избавит нас от рабства материальной деятельности. Это непременно избавит нас от рабства материальной деятельности. Другое дело, по нашему собственному желанию может оставаться склонность опять вернуться к материальной деятельности, и мы опять начинаем себя сквернять. Но в момент слушания, как минимум, как самый-самый минимум, когда мы слушаем послание о Господе с уст освобождённой личности, великого преданного Господа, в этот момент мы находимся в освобождённом состоянии. Поэтому в наших же интересах слушать о Господе с уст чистого преданного, такого как Шилпада, как можно чаще, фактически лучше даже каждый день, в течение всего дня, каждый день, тогда мы как можно чаще будем оказываться в освобождённом состоянии и избавляться всё крепче и увереннее от своих материальных привязанностей. Но слушая, как Шимадбхагу о этом рассказывают профессиональные чтецы, мы не получим реальной помощи на пути к освобождению. Реальной помощи. То есть она будет такая выдуманная. То есть человек узнает какие-то дополнительные истории, какие-то факты, кто там кому родственникам приходится. Вот если читаем, допустим, Махабара, то там поначалу тяжело разобраться во всех этих именах, кто там кому приходится, потому что это, по сути дела, в конце концов, произошла вот эта битва, это только родственники сражались. И там всё это запутанное взаимодействие. То есть какие-то осведомлённость о том, что там происходило, но практической пользы от такого слушания, от профессионального чтеца не будет никакой. Это просто человек потратил время просто на то, чтобы узнать теоретически о том, что там происходило. Кришна-кадха очень проста. В Бхагавадгите сказано, что Кришна — верховная Личность Бога. Он сам объясняет это. «Маттах паратарам нанят кинчи дасти да нанджая. Варджуна, нет истины превыше меня». Бхагавадгита 7.7. Просто поняв эту истину, что Кришна — верховная Личность Бога, можно стать освобождённой душой. Вот представьте, достичь освобождения имперсоналисты прикладывают огромные усилия, чтобы стать освобождённой душой. Шанкарарачарья вообще условия поставил. Ты можешь практиковать вот этот путь. Сначала ты должен принять саньясу. Если ты не саньяси, вообще бесполезно, даже не суй свой нос о том, чтобы идти путём имперсонализма под руководством Шанкарарачари. Приняв саньясу, это значит отказаться от всех связей с семьёй, с родственниками, от всех положений в материальном мире. Просто отречься. По факту, де-факту, стать уже мёртвым для этого общества. И всё. Никак с ним не взаимодействовать. Просто погрузиться в изучение постижения трансцендентного. И это приходится совершать огромные аскезы, лишения и так далее. И такой ценой человек надеется достичь освобождения. Но, как говорит Шалхупада, если просто человек понимает вот эту истину, что Кришна является верховной Личностью Господа, он тут же достигает освобождения. Как Кришна говорит в Бхагавадгете, тот, кто понимает трансцендентную природу моего явления в материальном мире и моих трансцендентных деяний, тот не вынужден будет снова родиться здесь в материальном мире. просто даже теоретически понимает трансцендентную природу. Но он входит в моё вечное обидение и снова назад не возвращается, естественно. Смотрите, как это просто на фоне вот этих вот саня-си имперсоналистов. Сложно для сложных, как говорит Шалхупада, просто для простых. Но процесс сам по себе очень простой. Идти по нему не так просто. Но процесс, на фоне процесса для имперсоналистов, наш процесс очень простой. Просто слушать повествование Верховного Господа и просто воспевать его святые имена. Метод очень простой. Он не требует каких-то условий, каких-то предварительных там квалификаций. Сначала станет саня-си, а потом уже начиная первые шаги делать. Представляете, вот если бы мы таким путём шли, то вы бы, дорогие Матаджи, вам бы вообще ничего не светило. Мы, мужчины, могли бы саня-си принять, а вы бы просто, как сказать, аутсайдерами были. То есть это действительно очень-очень простой и универсальный способ. Но поскольку многие, особенно в наше время, склонны слушать Бхагавадгиту в изложении недобросовестных людей, которые вместо того, чтобы просто передавать другим Бхагавадгиту, в угоду себе искажают её. Люди не получают от Бхагавадгиты реальной пользы. Чилпады часто в этой связи проезжался под этому так называемому Махатме Ганди, который приходил в Конгресс, это индийское государственное собрание, и, так сказать, с Бхагавадгиты в руке потрясал. И под это дело продвигал свою идею ненасилия, ненасильственного сопротивления британскому владычеству, оккупации. И Ишилпада постоянно возмущался, упоминая этот факт, что о каком ненасилии можно идти речь, если Бхагавадгита была поедана на поле боя Куракшетры для того, чтобы побудить Арджуну сражаться. Это была основная такая вот внешняя цель — сражайся в Арджуну. О каком ненасилии можно подтверждать Бхагавадгиту? И вот такие недобросовестные комментаторы, вот один из них — доктор Рада Кришна, он в 60-е годы стал аж пример… Выключите, пожалуйста, телефон, это очень сильно отвлекает. Он стал даже пример министром Индии, то есть вот тот, который говорил, помните, да, Шивопада говорил, что не Кришне нужно предаться, сарвадарам притячья, мамы камшаранам раджа, да, а тому, что внутри Кришны находится, он такой чушь нес. Вот, и он стал аж пример министром. По какому пути он направлял Индию в тот момент, можно только догадываться. «Если великие знатоки писаний, политики и философы, и учёные, которые дают собственное осквернённое понимание смысла Бхагавадгиты, и люди слушают их, а слушать, как Верховную Личность Бога прославляют преданной, они не желают». То есть они с удовольствием слушают такие осквернённые повествования и толкования, но когда чистый преданный готов объяснять смысл Бхагавадгиты, что-то не сильно желание появляется, да. Преданный — это тот, кто объясняет Бхагавадгиту и Шимадбхагаватам, делая это как служение Господу. Вот, кстати, интересное определение, кто такой преданный. Это не тот, кто носит шику, тилуку, одеваться умеет по-вайшнавски. Вот. Тот, кто объясняет Бхагавадгиту или Шимадбхагаватам, делает это как служение Господу, а не из каких-то других побуждений. То есть он не устраивает лекции за плату, чтобы себе разбогатеть, то есть, дескать, потому что билеты нужно, мы снимаем якобы что-то, или ещё по каким-то соображениям. Он делает это как служение. А какое служение мы выполняем, особенно сейчас, как последователи, как Гаудия Ващнава, последователи Господа Читани Макрабху? Яридека Тарикаха Кришна Упадеши. Кого бы ты ни увидел, всем говори Кришну Упадешу. Наставления Господа, которые излагаются в Бхагаватите и Шимадбхагаватам. Вот это наше служение Господу Читани Макрабху. Его прямому наставлению указывают. Поэтому мы просто передаём эти наставления такими, какими мы получили без всяких измышлений, добавлений, не пытаясь обрезать наставления Господа, или что-то нарастить на них дополнительное. Вот как этот горе-фермер, у которого была курица, которая несла золотые яйца, ему он посчитал, что вот эта передняя часть, она не нужна, она лишняя. И отрубил её. И в итоге он лишился всей курицы, которая несла золотые яйца. Подобным же образом, если мы относимся к Бхагаватгите, или вообще к любому посланию Господа, и собственноручно что-то там отсекаем, что якобы неуместно, или уже другие времена настали, время-место обстоятельств, уже всё по-другому. Или что-то, наоборот, наращиваем на это, какого-то гибрида, курицу с двумя головами теперь, или с четырьмя крыльями наращиваем, то это уже не то, что изначально совершенное творение Господа. Просто курица, вот если так говорить. Преданный делает это как служение Господу. Он знает, что Господь хочет, он знает замысел Господа, и выполняет это замысел, чтобы вот это послание, чистое неоскорнённое послание, услышали как можно больше живых существ. И в первую очередь, чтобы сами преданные сохраняли свою чистоту, не оскорнялись ничем материальным. Поэтому же читание Маапрабу советовало нам слушать, как Господа прославляет осознавшая себя душа. Бхагавата пародия бхагавата стханы. Если человек не ощутил себя душой и не усвоил науку сознания Кришны, начинающий преданный не должны слушать, как он рассказывает о Господе. Очень строгая. Очень строгая квалификация ограничения, что если преданный не ощутил себя душой и не усвоил науку сознания Кришны, он не образован в сознании Кришны, не знает философии, при этом он не является самоосознавшейся душой. Такая Личность не способна рассказывать самостоятельно, не способна объяснять науку сознания Кришны. И если уж мы оказались в такой роли, то мы не можем ни на шаг в сторону отойти от наставлений Шлупада, которое как раз-таки является такой душой. Мы вынуждены просто повторять то, что он говорит. Мы должны представлять его увидение, потому что мы сами не являемся осознавшейся душой, и мы ещё до конца не усвоили науку сознания Кришны. Нам никуда не деться. Мы просто повязаны вот этой, чисто в интересах духовного самосохранения передавать всё, как говорит Шлупада. И тогда, по его милости, выполняя служение для него, что сейчас он физически ещё не присутствует, но по сути дела звучит его послание. Мы выполняем служение для него, чтобы больше живых существ, которые ещё пока не родились в его присутствии, но после его ухода продолжают появляться здесь и могут привлечься к сознанию Кришны. Для их блага мы передаём послание сознания Кришны так, как это представил Шлупада. Вот это то, что мы можем делать. И ни на что другое, будучи не осознавшимися душами и до конца не постигшими науку сознания Кришны, мы не можем делать. Шиласанатана Гасвами строго запрещает это, приводя следующие цитаты из Падмапурана. «А вайшнава мухот гирнам, путам харикат хамритам, шраванам найвакартавям, сарпучиштаят хапаяха». Нельзя слушать человека, который ведёт себя не так, как подобает вайшнаву. «А вайшнава мухот гирнам». Если человек не ведёт себя, как подобает вайшнаву, не просто который числится вайшнавом, вроде как инициацию получил, значит, вайшнав, наверное. Нет, который ведёт себя, как не подобает вайшнаву. То есть он может даже числиться вайшнавом какое-то время, преданным Господу, но вдруг начал вести себя, как не подобает вайшнаву, нарушает регулирующие принципы или передаёт послание Господа, искажая это послание. Выдумывая какие-то собственные вещи или тем более бросая вызов предшествующим ачариям, Шилы Прабхупаде, Гасвами Вриндавана, предшествующим ачариям, то этот человек ведёт себя не как вайшнав. И такого человека, пусть даже у него собирает огромные залы, так называемых последователей, его слушать нельзя. А вайшнава мухот гирнам, путам харикат хамритам. Даже если он харикат хамриту передаёт, говорит Санатана Гасвами, ссылаясь на Падму Пурану. Почему? Почему его нельзя слушать? Потому что это подобно тому, как змея, пытаясь пить молоко, она оставляет в этом молоке яд. Такое молоко, внешне выглядящее как молоко, которое очень благоприятное для здоровья, оно будет отравлено, будет только отравлять организм, вместо того, чтобы приносить ему благо. Так называемые знатоки писаний, философы и политики, пользуясь авторитетом бхагавадгиты, искажают её смысл в своих целях. Поэтому в данном стихе содержится предостережение, декламировать Кришна-катху должен только неврит-татарши. А Шукадева Гасвами – идеальный рассказчик Шимадбхагаватам, а Махараджа Парикшит, который оставил своё царство и семью, чтобы подготовиться к смерти, – идеальный слушатель Шимадбхагаватам. Настоящий рассказчик Шимадбхагаватам даёт именно то лекарство Бхаваушадхи, которое способно исцелить обусловленные души. Это настоящий рассказчик Шимадбхагаватам, даёт именно то лекарство, которое способно исцелить. Формально его пригласили давать лекцию по Шимадбхагаватам, а садясь на висасану и произнеся аумнаму бхагаватэ васудэвая вначале, и вроде, казалось бы, прочитав текст и комментарий, он начинает нести какую-то ерунду. Рассказывает какие-то байки неуместные, какие-то странные истории, какие-то выдумки рассказывать. То есть это неквалифицированная Личность, о чём говорит здесь Шимадбхагават. И в такой момент Личности, которые слушают такого человека, они не получают желаемого лекарства, которое способно исцелить их от болезни материального существования, от привязанности к материальному и отсутствию желания идти в сторону духовного прогресса, котосным стопам Господа. Вот это материальная болезнь. И слушание такого человека, какой бы харизмой он не обладал, будет бесполезно. Это лекарственное действие не будет оказывать на, казалось бы, искренне слушающих вот этих посетителей такой лекции. «Поэтому движение сознания Кришны пытается подготовить настоящих проповедников, которые будут рассказывать Шимадбхагаватам и Бхагавадгиту по всему миру так, чтобы жители всех уголков земли могли получить благо от этого движения и таким образом избавились от тройственных мучений материального бытия». Шилпада указывает одно из предназначений движения сознания Кришны – подготовить квалифицированных представителей Шукадевы Госвами, которые действуют как Вайшнав и передают чистое послание. Именно таким образом слушающие их, простые люди из всей земли, они смогут получить по-настоящему вот это долгожданное лекарство от огня материального существования. Поэтому Шилпада ставил большой упор на то, чтобы преданные, уже являясь преданными, они глубоко изучали философию, они систематически изучали бы эту философию для того, чтобы развивать в себе такую квалификацию. И при этом не просто развивались умозрительно, просто из книжки читаю и всё, и ничего другое не должен делать, чтобы они являли собой живой пример, как поступать, как подобает Вайшнаву, чтобы их слова, которые они говорят в своей публике, не расходились с делом. Предположим, человек красивые слова может говорить о том, что нужно проявлять любовь, сострадание, прощение. Но если вдруг кто-то его каким-то образом обидит тем, что укажет на какие-то несоответствия, вот эти самые любовь, прощение и снисходительность он почему-то не проявляет. То есть его красивые слова расходятся с делом, которое он пока что ещё по своей отсутствию квалификации не дотягивает. Таких людей не нужно слушать, потому что никакой ценности, никакого реального блага не принесёт. Только должны быть достойные люди, которые своим поведением демонстрируют то, что они делают это как, говорил здесь Шиллопада, как служение Господу, как служение предшествующим Ачариям, в первую очередь служение основателю Ачарии Шиллопаде, чтобы просто смиренно, как почтальон, ничего не меняя, донести вот это послание, не изменяя его, чтобы оно оставалось вот этим духовно действенным, духовным лекарством для обусловленного живого существа. Наставления Бхагавадгиты и содержащиеся в Шиминбхагаватам описания доставляют тому, кто внимает им, такое удовольствие, что практически любой человек, испытывающий тройственные мучения материального бытия, захочет слушать о славе Господа, воспетой в этих книгах, и таким образом приближаться к освобождению. Здесь Шиллопада прославляет, что повествования Господи настолько привлекательны, что фактически любой человек привлечётся. Я не знаю ни одного человека, даже материалиста, который серьёзно, добросовестно прочитав, допустим, источник вечного наслаждения или Кришна – Верховный Лечность Бога, которому это не понравилось, который скучал. Даже который не стал преданным, но просто добросовестно прочитал, каждому, по крайней мере того я знаю, я не говорю за всех, но мой опыт лично такой, что всем понравилось. Ну, просто не все решили стать преданными, к сожалению. Но это было очень привлекательное чтение, они отметили это. Но есть две категории людей, у которых никогда не возникнет желания слушать философию Бхагавадгиты и Шиманбхагавата. Всё-таки есть такие неудачники. Это те, кто полон решимости покончить с собой, совершить духовное самоубийство и настроен решительно оставаться в материальном мире и наслаждать свои чувства. И те, кто полон решимости убивать коров и других живых существ, животных ради удовлетворения своего языка. Мясник или тот, кто оклачивает работу мясника, покупая мясо в мясном отделе. «Хотя они могут делать вид, что слушают Шиманбхагаваты на Бхагавата-саптаге, такое слушание — всего лишь очередное изобретение корми, не получающих от этих спектаклей никакой пользы». То есть это внешне выглядит, как будто бы они слушают, но реально пользы никакой. Важную роль в этой связи играет слово «пашугнат». «Пашугнат» значит «мясник». Тем, кого привлекает ритуальная деятельность, направленная на достижение высших планет, приходится совершать жертвоприношения — которые связаны с убиением животных. Господь Будда отверг авторитет верд, ибо его миссия состояла в том, чтобы прекратить принесение в жертву животных, которые относятся к числу ритуалов, рекомендованных ведов. Стих из Гита Говинды. Хотя при совершении ведических ритуалов допускается заклание животных, людей, которые ради таких ритуалов убивают животных, считают мясниками. Мясников не может интересовать сознание Кришны, поскольку они пребывают в плену материальных иллюзий. Единственное, что их хоть не рисует, это создание удобств для своего смертного тела. «Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданными служениями Верховному Господу». Богоаткита 2.44. Здесь Шелупада перешел к теме, обсуждая вот этих мясников, которые, по сути дела, либо сами убивают животных, особенно коров, которые являются очень-очень благоприятным животным для цивилизованного общества и, в частности, для духовного сознания, поскольку коровье молоко, в отличие от всех других видов молока, оно очень благоприятно опитает мозг человека, и он становится способным понимать духовную науку. И если человек убивает коров или становится частью этой всей индустрии, включая, будучи покупателем говядины, он лишает себя возможности привлечься к трансцендентным повествованиям о Господе. Именно поэтому Шелупада говорил о важности соблюдения вот этого регулирующего принципа отказаться от мясоедения. И он это делал не потому, что он был таким пожилым человеком. В пожилом возрасте люди, они становятся часто, материсты, такими сентиментальными. Они поэтому любят с внуками играть, они детишкам какие-нибудь дарят какие-то подарки. Просто сентиментально становится. И не то, что Шелупада стал таким сентиментальным в возрасте семидесяти лет, когда он приехал в Америку и стал проповедовать, и стал говорить о необходимости отказаться от мясоедения. просто потому, что ему жалко было животных. Несомненно, Вайшнав, он парадукадуки, он страдает, когда видит, когда страдают другие живые существа. Это несомненно. Но это не продиктовано сентиментальностью. Шелупада, зная вот это утверждение Махараджа Парикшита и стремясь, чтобы у всех была возможность услышать трансцендентное послание Господе, он изо всех сил стремился создать такие условия, чтобы у людей как можно меньше была возможность соприкасаться с мясоедением и, соответственно, убийством живых существ, становиться таким Пашугна, и, как следствие, терять драгоценный шанс привлечься к повествованию Господя. То есть это было глубоко научное, основанное на науке Шимад-Бхагаватам, стремление Шелупада создать благоприятные условия и уменьшить, а то и свести к нулю количество таких неудачников, которые по природе просто в принципе не способны привлечься слушанием о Кришне. Поэтому его так называемая проповедь вегетарианства, так называемая, потому что он многократно говорил, что мы не проповедуем вегетарианство, мы отказываемся от мясоедения, мы проповедуем идею того, что все принадлежит Кришне, и даже то, что мы вынужденные вегетарианцы, вынуждены, потому что Кришна просит нас предлагать Ему вегетарианскую пищу. «Ипатрам пушпам палантуям, йоми бхактя праячхати, тадахам бхактю пахритам, ашнами праятатманага, предложи мне плод, цветок, листок или немного воды с любовью и преданностью, и я несомненно приму это». Он просит нас предлагать Ему вегетарианскую пищу, мы very much предлагаем и вегетарианскую пищу, но мы вкушаем остатки пищи Господа, просад. Мы просто так вегетарианскую пищу не едим, мы не ходим по каким кафе, ресторанам вегетарианским, они же вегетарианские и все нормально, нет. Мы вкушаем остатки пищи Господа. Таким образом, Шилбрупада не подчёркивал даже важность вегетарианства. Он подчёркивал важность того, чтобы люди с первых шагов приучали себя действовать как слуги Господа, признавать его авторитет, предлагать пищу Господа с любой его преданностью и вкушать остатки, которые будут очищать их. Преданные слуги Господа, вкушая остатки пищи, предложенные ему, они освобождаются от всех видов греха. Представьте, какие усилия и какие просчиты человек должен совершить, идя материальным путём очищения, ведическим путём. Пить раскалённые ги или ещё разные такие суровые просчиты, методы искупления прошлых грехов существуют, предписанные в Священных Писаниях. Но просто вкушая остатки пищи, предложенные Господу, Кришна просад, человек очищается от огромного количества грехов, просто вкушая пищу, предложенную Кришной. Представьте. Бунджа-те-те твагам-папа я пачанти атма-карана. Но тот, кто готовит пачанти – это готовить пищу на огне. Однокоренное слово – швапака. Тот, кто готовит собак в пищу, собакоед. Тот, кто готовит пищу для своего удовлетворения, он вкушает один лишь грех. Он накапливает этот грех, который будет всё больше и больше препятствовать ему предаться Кришне, и действует, как Кришна его просит. И если вдруг это числящиеся преданным, он ест такую еду, которая готовилась для удовлетворения чувств, это может быть просто повар, и человек думает, что я просто предложу эту пищу. Но Кришна такую пищу не примет, и это будет оставаться Богом. Пищу должны готовить сами преданные. И тогда Кришна это примет. Таким образом, вот этот подход Шива-Правпады, чтобы создать благоприятную атмосферу, благоприятные условия для того, чтобы больше людей естественным образом могли привлечься посланием о Господе. Это является глубоко духовно-научным подходом и не предиктованным никаким сентиментализмом, каковым привлекаются люди-материалисты, почему они становятся вегетарианцами. Я увидел, как убивают животных. Да, это очень болезненная картина. Или я просто хочу, так сказать, мне жалко животных. При этом тоже жалко, но они помимо этого понимают, что там находится живое существо. Пандит или учёный-мудрец, который обладает равным видением, одинаково взирает на смиренного и учёного брамана, на корову, слона, собаку и собакоеда. По сути дела он видит в каждом из этих разных видов тел духовную частицу Господа, живое существо, и также сверхдушу, которая находится вместе с живым существом. Это научное понимание, которым обладают преданные Господа, реализованные преданные. Шил Прупада продолжает. Шила Наротама Дастакур говорит, «Любой, кто не обладает сознанием Кришны и, стало быть, не служит Господу, тоже пашу гна, ибо он осознанно пьёт яд». Это песня, которую Шилпада очень любил петь в аджане. «О Верховный Господь я осознанно пил яд тем, что тратил свою человеческую жизнь на что-то ещё, помимо того, чтобы служить Верховному Господу. Тем самым я осознанно пил яд». Такого человека не может интересовать Кришна Кадха, потому что он всё ещё стремится к материальным чувствам и удовольствиям. Он не неврит татарше. Здесь Шилпада повторяет ту же самую мысль. Человека просто в принципе не может заинтересовать, покуда он продолжает удовлетворять свои материальные чувства нерекомендованным образом. Не то, что мы совершенно безжизненные камни, у нас есть чувства, и мы полностью их игнорируем. Мы удовлетворяем чувства. Чувства желания есть, мы удовлетворяем правильным образом. Мы сначала предлагаем Кришне, потом вкушаем и так далее. Даже половые отношения тоже урегулированы для зачатия детей рекомендованным образом, а не просто когда вздумается, когда захочется. Это тема отдельной лекции, надо отметить. В шастрах сказано «трайваргикас те пуруша вимукха харимедасаха». Те, кого интересуют три варга, то есть дхарма, ардха и кама, соблюдают предписание религии с целью достичь такого материального положения, при котором у них будет больше возможностей для удовлетворения своих чувств. То есть они, казалось бы, ограничивают себя в чём-то и следуют каким-то предписаниям, но с умыслом, чтобы потом наслаждаться больше. Потерпи сейчас, насладись больше будущим. По сути дела, это всё равно оскорнено общей идеей личного чувственного наслаждения. Такие люди убивают себя, сознательно оставаясь в круговороте рождения и смерти. Их не может заинтересовать сознание Кришны. Вот эти браманы, которые совершали ведические жертвоприношения, когда Кришна предоставил им возможность, «Вот я через своих представителей, мальчиков-пастушков, прошу вас, пожалуйста, послужите мне и Балараме, накормите нас». Они не смогли оценить по достоинству просьбу Господа, и они сказали «Не лезьте, мы заняты». «Мы заняты совершением этих ведических жертвоприношений себе же во благо». То есть такие люди материалистичные, даже они делают то, что в Ведах сказано, они могут при этом остаться материалистными. И Кришна говорит об этом в Бхагавадгите. «Трай-гунья-вишая-веда, нис-трай-гунья-оба-варджуна, нир-дван-дваниття-саттва-сто, нир-йога-кшема-атмаван». В Ведах в основном говорится о трехгуньях материальной природы, в частности используется слово «вишая». «Вишая» — значит «объекты чувственного наслаждения». то есть там всё описывается в большинстве случаев. А можете окно открыть, если душно. Описывает то, как удовлетворять свои чувства более изысканным образом. «Вишая». Но Кришна взывает в Карджуне, «Нис-трай-гунья-оба-варджуна, но отвергни эти тригуны, освободись от их влияния». Таково положение те, кто действует, как в Ведах сказано, это любимая сейчас такая присказка, в Ведах сказано. И живут существа погружаются ещё глубже в круговорот чувственных наслаждений. И тем самым вынуждены снова и снова рождаться. Потому что оно вынуждено дождаться, когда оно получит результаты этой деятельности, пусть даже очень благочестивой. А вместе с этим оно должно родиться, болеть, стареть и умирать. Оно вынуждено… Оно вынуждено… Оно вынуждено… Не-не, пожалуйста, я просто переживал, чтобы вам было… Мне жарко. Вынуждено испытывать вот эти три вида клеш страданий, от ятмика клеша, от дебаутика клеша, от едайвика клеша. Просто ради того, чтобы дождаться тех плоды, которые вот сейчас я заработал. Пусть даже это благочестивые плоды. Даже на райских планетах живые существа тоже периодически страдают. Казалось бы, живут райской жизнью, вдруг приходят демоны и вышвыривают их оттуда. Им приходится где-то там прятаться. Вот когда Хирани Кашипу проявил своё могущество, полубогам вместо того, чтобы наслаждаться, приходилось его наслаждать. Даже Нарадамуни был вовлечён в том, чтобы петь славу Хирани Кашипу. Что же говорить о других глубогах? Или когда Равана, он на глазах у Налакувара. Налакувара — это его сводный брат, Манигрива Налакувара Равана. Его отцом является Кувера тоже, просто от другой жены. Так вот, просто привлекшись женой вот этого Налакувары, царицы Апсар, он просто на глазах у своего сводного брата просто её, как сказать, изнасиловал. Вот это жизнь полубогов. Временами такая бывает. И ты ничего не можешь сделать, потому что Равана получил благословение, что никто из, в частности, полубогов, не сможет ему ничего сделать, победить. Вот он просто по факту стоял и ничего не мог сделать. Вот это вот райская жизнь. Это часть райской жизни в материальном мире. Поэтому страдания испытывают любое живое существование, зависимо от того, где оно находится, даже в районе. И это глупое решение просто пытаться устроить себе лучшее материальное существование, совершая даже вот эти рекомендованные яги, жертвоприношения, благочестивую деятельность. Это, по сути дела, медвежья услуга для живого существования. Особенно, если вдруг какой-то преданный вдруг начинает так проповедовать, что нужно поднимать благочестие, так сказать, людей, которые почему-то, как им кажется, не могут привлечься к чистым посланиям Шиман Бхагавата. Их нужно сначала приучить, удовлетворять свои чувства более изысканно. И они не понимают, что когда людей приучать удовлетворять чувства более изысканно, более утончённо, они привязываются к этому. Им уже тяжело от этого оторваться. Людей тяжело отучить от того, чтобы им курить бросили, хотя это мерзость. А когда это более изысканное удовлетворение чувств, то есть тяга и привязанность к этому куда более сильна. И чтобы потом им на этом фоне, когда они стали благочестивыми по материальным, по ведическим меркам, корми, чтобы им привлечь к сознанию Кришны, это будет очень тяжёлой задачей. Если они не совершали достаточным образом большого количества благочестивых поступков, которые сейчас в рамках короткой жизни Кали-юги очень тяжело накопить достаточное количество, чтобы дридхавратага заниматься преданным служением, в конце концов, с решимостью. То есть это путь откровенного обмана, бесстыжего обмана, я бы даже сказал. Это, по сути дела, человек считает, что я умнее предшествующего Ачария. Ачария просто не усмотрел вот эту возможность, что вот как можно проповедовать таким людям. То есть, по сути дела, это оскорбление Ачарии и бросание ему вызова, что я умнее тебя. Посмотри, я нашёл тот способ, который ты, так сказать, не нашёл. Это очень оскорбительное отношение, если кто-то мнит себя таким более лучшим проповедником, чем предшествующий Ачария. Такой человек не сможет духовно прогрессировать, ему не видать никаких высот в преданном служении, если вообще можно эту деятельность называть преданным служением. «Для того, чтобы состоялась Кришна Кадха, требуется говорящий и слушающий. И оба они будут интересоваться сознанием Кришны только в том случае, если их больше не интересуют материальные темы». Силопада снова подчёркивает этот момент. И слушающий, и говорящий, и тот, и другой, у них их не должны тянуть на материальные темы. И только тогда настоящая Кришна Кадха произойдёт. Если хотя бы один из них испытывает тягу к материальному, то квалифицированная настоящая Кришна Кадха, которая по-настоящему может давать наслаждение, она не проявится просто. Должен быть квалифицированный говорящий и квалифицированный слушающий. Силопада в начале Шамадбхага в одном из комментариев приводит пример. Подобно тому, как если мужчина не импотент, и если женщина здорова, то тогда может появиться ребёнок. И точно так же, если квалифицированный рассказчик, подобный Шамадбхага с вами, и квалифицированный слушатель, подобный Махараджи Парикшито, только в этом случае, когда и тот, и другой квалифицированный, появилось такое произведение, как Шамадбхага, которое является амалопураном, чистейшей, не осквернённой ни каплей материализма повествованием о Верховном Господе. Можно на реальных примерах увидеть, как это умонастроение само собой развивается в тех, кто обрёл сознание Кришны. Хотя члены движения сознания Кришны — это, как правило, совсем молодые люди, они больше не читают материалистические газеты, журналы и так далее. В реалиях нашего современной жизни не лазают по интернету на материалистичные темы. То есть, по сути дела, это те же самые средства массовой информации, просто с бумаги, переложенные в виртуальное пространство. Поскольку их перестали интересовать такие темы — невриттатаршие, они полностью отказались от телесных представлений о жизни. Когда речь идёт об Уттамашлоке — Верховной Личности Бога, Духовный Учитель говорит, а ученик внимательно слушает. Оба они должны быть свободны от материальных желаний, иначе их не будут интересовать темы, связанные с сознанием Кришны. То есть, они будут говорить о том, что им интересно. Но раз их не интересует тема сознания Кришны, что они будут обсуждать? Они будут обсуждать психологию, законы счастливой семейной жизни в материальном мире, астрологию, какие-то ещё другие вещи, которые сейчас очень модны, успешную экономическую жизнь, как стать успешным в материальном мире. Вот к этому больше тяга будет проявляться, потому что тяги к повествованиям Кришны так и не будут проявляться. Духовному учителю и ученику не требуется изучать ничего, кроме Кришны, потому что просто постигая Кришну и рассказывая другим о Кришне, «Человек обретает совершенное знание». Здесь Шалапапада цитирует из Мундака Упанишат. «Ясмин вигиаты сарвам, эвам вигиатам бавати». Тот, кто знает Верховного Господа, по сути дела обладает полным знанием обо всём. И это не какое-то фанатичное утверждение, потому что Верховный Господь – абсолютно истинная. Это Кришна, это Его энергия, это то, как Он взаимодействует с энергиями, в частности, мы как живое существо – Его энергия. Это тело, в котором мы находимся – это тоже Его энергия. Как функционирует это тело – это тоже часть знания об Его энергии. Таким образом, зная о Верховном Господе, обладая полноценным знанием суммам бонам, полным абсолютным знанием о Верховной Абсолютной Истине, человек знает всё неизбежным образом. И если даже он что-то не знает, то, как говорится в четвёртой шлоке, Чатур-шлоке Бхагавадгиты, как она звучит? Чтобы оказать особую милость к таким преданным, которые постоянно преданно служат Кришне, и Бхаджатам Притти Пурвакам, которые с любовью поклоняются Кришне, чтобы оказать таким искренним преданным особую милость, Кришна из сердца освещает, рассеивает тьму, вызванную невежеством, факелом знания. Это знание он дарует таким искренним преданным. Даже если он что-то не понимает, Кришна позаботится о том, чтобы преданный всё это знал. И для него ни от чего не осталось то, где он просто оказывается невеждой, если это потребуется, особенно для выполнения миссии Господа. Шилупада никогда не тушевался перед великими так называемыми учёными, философами. Он смело бросал им вызов и ставил их в положение, где они осознавали, что они, по сути дела, глупцы. Вот такого могущества преданного Господа. Поэтому Шилупада говорит здесь, что преданным не нужно ничего изучать, кроме как знания о Кришне. Господь прибывает в сердце каждого, и по Его милости преданный лично получает наставление от самого Господа, которое говорит в Бхагавадгите, 15.15. Я прибываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. Прибывая в сердце каждого живого существа, Кришна дарует каждому живому существу память, необходимую для Него, необходимое для Него знание и необходимые для Него, для Его же блага вещи, чтобы Он забыл. Иначе, постоянно помня о некоторых вещах, Он с ума просто может сойти от того, как плохо с Ним было что-то такое. «Цель всех вед», продолжает Кришна, 15.15, «постичь меня. Я истинный составитель веданта, я знаток вед». Сознание Кришны — это настолько возвышенное состояние, что тот, кто под руководством Духовного Учителя в совершенстве развил себе сознание Кришны, в совершенстве развил себе сознание Кришны, становится полностью счастлив, читая Харикатху, содержащуюся в Шрименбхагаватам, в Бхагаватгите и аналогичных произведениях ведической литературы. Он становится полностью счастлив. Кто? Тот, кто под руководством Духовного Учителя в совершенстве развил себе сознание Кришны. Как следствие, Он с таким счастьем, с таким большим удовольствием ему просто дайте Бхагаватгиту, который Он 20 миллионов раз до этого читал. И Он ещё раз будет читать, ещё увидит какой-то, ещё новый какой-то деталь, смысл, который Он до этого 20 миллионов раз чтения не увидел. Он с большим удовольствием насладиться этим и с большой радостью будет читать и перечитывать, что же говорить о других произведениях. И если просто говорить о Кришне, огромное удовольствие можно только представить себе. какое счастье испытывают те, кто служит Кришне. То есть если те, кто говорят о Кришне, огромное удовольствие испытывают, то те, кто непосредственно служит Кришне, то можно только вообразить, какое счастье они испытывают. Когда освобождённый духовный учитель рассказывает Кришне Катху своему ученику, другие, пользуясь случаем, тоже иногда слушают его рассказ и получают от этого пользу. Это повествование лекарства от повторяющихся рождений и смертей. Пребывание в круговороте рождений и смертей, когда живое существо снова и снова получает разные тела, называют бхава или бхава-рогой. Рога значит болезнь, то есть болезнь материального существования, вынужденное пребывание в рамках материального мира. Любой, кто слушает Кришна Катху, сознательно или неосознанно непременно излечится от бхава-роги, болезни рождения и смерти. Поэтому Кришна Катху называют бхава-шадхой, лекарством от повторяющихся рождений и смерти. Карми, то есть те, кто привязан к материальным чувственным наслаждениям, как правило, не способны отказаться от своих материальных желаний, но Кришна Катха настолько сильное лекарство, что если побудить человека слушать Кришна Киртан, он обязательно избавится от болезни материализма. То есть даже если человек поначалу не испытывает тяги вот этого спонтанного, дай-ка я вот Кришна Катху послушаю, но если вот даже с материальными желаниями человек или вот такой еще пополам находящийся мы там и там преданный берет в руки книги Шилпада и начинает внимательно читать добросовестно, его это так сильно захватывает, что он уже даже не хочет останавливаться. И он настолько сильно воодушевлен. И он может это делать каждый день, испытывая такое сильное воодушевление. По сути дела, если он не делает, он сам себя этого лишает, если вдруг он перестает это делать. «Практический пример Махараджа Друва, который, завершив свою тапасию, был полностью удовлетворен». Шилпада ссылается здесь на то, когда Махараджа Друва, захотев царство даже больше, чем то, которым обладал его отец, потому что он понял, его мачеха дала ему понять, что ты никогда не унаследуешь это царство. Он сказал, «Тогда у меня будет большее царство, чем царство моего отца». А царство отца было уже весь, вся вот эта планета. И он по наставлению своей матери и под руководством духовного учителя на Радамуне стал совершать аскезу, что была формой предного служения, удовлетворения Господа под руководством духовного учителя на Радамуне. И в конце концов, когда он получил даршин Господа, он совсем уже не хотел вот этого царства. Он был настолько удовлетворен возможности лицезреть, вознести молитвы Господу, нести ему предное служение, что одно это затмевало все предыдущие желания, которые, казалось бы, стали причиной его вот этого предного служения. Испытывает ли человек любые материальные желания, или он свободен от материальных желаний, или его желание — это освободиться от всего материального, не разбираться, где есть желание, где нет желания, просто освободиться от речи всего этого. Тиврина бхакти-йоги на яджитах парушампурам. Человек должен в любом случае встать на путь предного служения и пополняться Верховного Господа. Это одинаково будет благоприятно для любого, находящегося в любом положении. Вот таково благоприятное свойство предного служения бхакти-йоги. «Когда Господь захотел дать друе благословение, дру отказался от них. «Свамин критарту смиварам на яче». Он сказал, «О Господь, я полностью удовлетворён, и я не прошу у Тебя никаких благословений, позволяющих удовлетворить желания материальных чувств». И мы видим, что даже молодые участники и участницы движения Сознания Кришны отказываются от своих давних дурных привычек, беспорядочных половых отношений, пристрастия к мясу, к наркотикам и к азартным играм. Сознание Кришны обладает такой силой, что приносит им полное удовлетворение, и потому их перестают привлекать материальные чувственные удовольствия». Конец комментариев. Таким образом, в этом стихе Махараджа Парикшит подчёркивает, какое чудодейственным свойством обладает Кришна Кадха, если её правильно слушать в правильном окружении и из квалифицированного источника, при этом обладая правильной личной квалификацией. Таким образом, это является его вступлением. Знаете, когда к материалистичным книгам кто-нибудь пишет вступление, предисловие, чтобы ввести человека в курс, что ему предстоит. И вот этот шлок является таким предисловием, которое настраивает искреннего читателя в правильном сознании, чтобы правильным образом слушать повествования, о которых сейчас Шукатэ Вагасами будет рассказывать, то, как Господь Кришна пришёл в этот материальный мир по просьбе своих преданных, Буми Деви, Господа Брамы, как Он явился, какие деяния Он совершал, наказывая демонов, благословляя своих преданных. Вот эти все удивительные деяния, они приносят огромное благо. Они являются вот этой Бава Ошады лекарством от болезни материального существования, повторяющейся рождение и смертей. Вот и на такой хорошей ноте я хочу передать слово к следующему лекту «Баларамачарья Прагу».